Особое мнение на 101FM Это по итогам 2022 года И вы включены в две номинации Во-первых, депутат года Экспертный рейтинг И во-вторых, рейтинг влияния Приятно? Да Приятно Приятно Депутат года, вы тут заняли определенное место На данный момент, Ирина Геннадьевна Вы себя больше кем все-таки ощущаете? Депутатом или медиком? Все-таки значительная часть вашей жизни Связана с медициной И вы продолжаете, безусловно, этим заниматься Депутат или медик? Депутат политик А какая награда, возможно, для вас За вашу карьеру, вы считаете, самой ценной? Потому что на сайте законодательного собрания Прямо публикован большой список наград Которые вы получали за последние годы Это благодарственные письма И Министерства здравоохранения И губернатора области и так далее Что таким самым приятным Возможно, самым знаковым считаете для себя? Вопросы прозвучали по-разному Первый вопрос звучал как самая ценная Каждая награда ценная Потому что вручалась она в определенный этап жизни И за определенные достижения на тот период Поэтому каждая из этих наград Цена именно своей памятью И своей оценкой того дела За что она была вручена Самая запомнившаяся награда Это женщина года 2010 год, когда я получила При этом я никакого отношения не имела К женскому движению Более того, я не знала о существовании Этой организации И это действительно... Все завертелось, закрутилось Несколько позже Как раз началось Мой интерес к женскому движению С победой в этом конкурсе Она для меня ценна Именно неожиданностью Точно никакой лоббирования интересов предвзятости И наоборот протежирования быть не могло Потому что я никакого отношения К этому сообществу, к этому конкурсу не имела Я была простым рядовым участником И стала победителем Ну, я хочу напомнить слушателям Что сегодня в течение дня Наши коллеги из бизнес-новостей в Кирове На своем сайте bnkirov.ru Выкладывают прям по номинациям Результаты этого рейтинга Заходите, интересуйтесь Кроме того, результаты публикуются В телеграм-каналах Группы компании InMedia Тоже можете поинтересоваться Хочу начать с вопроса Вернее, уже продолжить Изменениями в руководстве Кировским здравоохранением С 30 января Министерство здравоохранения региона Возглавляет Екатерина Эдуардовна Ведякина Тоже доктор с большим стажем Без приставки исполняющей обязанности Какие, на ваш взгляд, первоочередные задачи Сейчас стоят у нас перед здравоохранением Региональным Такая одна из сфер Которая традиционно притягивает Много внимания, да, у нас Здравоохранение Прежде всего, я хочу, конечно, порадоваться За Екатерину Эдуардовну Поздравить ее С столь высоким назначением И, конечно, она это заслужила Человек, действительно, с большим стажем Большим опытом работы Она трудоголик в хорошем смысле Она прошла все ступени здравоохранения И поэтому, я думаю, она, как никто Глубоко погружена в проблемы В реалии отрасли здравоохранения Первоочередную задачу, вижу для нее Это полный переход медицины И отрасли здравоохранения На пациента ориентированный подход Об этом говорится давно, говорится несколько раз И в этой студии мы говорили, чем отличается Пациента ориентированный подход От старых моделей Когда врач это наставник, с которым вообще нельзя спорить У пациента нет своего мнения, есть только обязанность Выполнять назначение Но этот переход, он не может случиться внезапно Он по-прежнему продолжается Он требует перестройки мышления Абсолютно всех сотрудников, начиная от тех, кто встречает Гардеробщики, регистраторы, администраторы И заканчивая высшим врачебным эшелоном И вот именно этим придется заниматься Екатерине Эдуардовне в первую очередь А чем отличается пациента ориентированный подход От такой схемы, о которой я слышал На протяжении многих последних лет Патерналистская медицина Пациенты, докторы, они партнеры Сейчас да Партнеры должны, совместно должны достигать результата То есть это не исключает, собственно, вот эту концепцию Нет, пациента ориентированный подход Он в первую очередь про удобство Он про перестройку моментов организации Время, доступное для пациента Долгое время медицина строилась с 8 до 2 прием И никак иначе Вообще не рассматривались моменты с 6-7 утра Что можно прибежать, сдать анализы Или вечером после работы зайти Пациент вынужден был подстраиваться под графики Которую ему предлагала отрасль На сегодняшний мы видим момент Больших изменений в этом отношении Мы видим очень много видов профилактической помощи Диспансеризации, которые можно получить В выходные дни в государственных учреждениях Это достижение последних десятилетий Этого не было раньше Мы учим наших администраторов улыбаться Мы учим их напомнить о приеме Мы учим их позвонить, спросить А будете ли вы завтра на приеме А возьмите, пожалуйста, то-то, то-то и то-то То есть мы улучшаем сервис О котором даже не говорилось В определенные периоды жизни В отрасли здравоохранения Насколько сами сотрудники Медицинских учреждений готовы К этому переходу, на ваш взгляд? Вы же видите ситуацию изнутри? Приходится ли им идти на какие-то жертвы? Или прилагать действительно усилия Чтобы переломить себя Переломить свое отношение? Здесь нельзя сказать одинаково про всех Это все-таки зависит от человека И именно в этой части мы говорим О человеческом факторе Кому-то это дается легко И он по натуре улыбчивый, доброжелательный И обладающий хорошими коммуникативными навыками А кто-то по натуре молчун И ему просто не подходит Именно такой подход к работе Ему приходится либо принимать решение О сменной работе Либо переучиваться, перемалывать себя Переламывать себя в чем-то Может быть, приходится главному врачу Переводить персонал на другую работу Например, от АКАНА Где ты общаешься вживую с пациентом На работу на телефоне Автоматизированном рабочем месте А может уже стоит, что называется Со студенческой скамьи Начинать какие-то перевивать навыки Не знаю, умения, человеколюбия Может быть, такой предмет даже вводить Я не знаю, может быть, он и сейчас есть? Он не просто есть сейчас Психологическая подготовка, да? Он был всегда Студентов, медиков этому учили всегда И не случайно в отрасли здравоохранения В образовании будущего медика Очень большое значение придается Практической части обучения Не просто учим по учебнику теорию Мы идем к постели больного Начиная с первых курсов обучения Мы как раз учимся общаться Мы учимся разговаривать Кому-то это хорошо удается У кого-то, к сожалению, с этим проблемы Еще один момент Хотелось бы коснуться Пандемия коронавируса Я не знаю Трудно сейчас, конечно, оценить Как со стороны Насколько серьезно это все влияние Оказало на структуру На систему здравоохранения Я помню, вы ранее говорили О том, что неплохо бы Какую-то систему реабилитации Предусмотреть для медицинских работников Ну, потому что тяжело В физическом, в моральном плане Все это было переносить Эти инициативы Они получили какое-то продолжение сейчас? В той идеальной форме Какую я бы хотела видеть Конечно, нет У нас есть система реабилитации В условиях санаторно-курортных учреждений Но она не конкретно для медиков И не только для медиков Она в целом для лиц, перенесших коронавирус Установлен определенный порядок Кто туда может поехать Как? Кто ведет очередь? Кто дает направление Но здесь нет исключения для медиков Он здесь на общих правах С пациентами, переболевшими Система психологической помощи Решается в каждом учреждении Своими силами В структуре медицинских учреждений Есть медицинские психологи Либо психологи без медицинского образования Но пришедшие в специальную подготовку И они работают с коллективами Индивидуально Либо групповые консультации Для таких специалистов Как реанимация, например В первую очередь, наверное, для них Но это не системно Это не сверху Это решается организационно На местах и зависит от руководителя учреждения То есть главврач непосредственно Он сам предусматривает все эти меры Да, если он уделяет этому внимание Он организует эту работу А вот именно системного подхода Тем более каких-то государственных программ Для реабилитации медиков Перенесших ковид У нас на сегодня нет Наверное, на федеральном уровне В первую очередь стоит принимать Какие-то соответствующие решения Я не знаю Совершенно верно На региональном Боролись с ковидом Вся страна Вся страна, да, безусловно Не может не радовать Новость, которая прозвучала в январе Это индексация зарплат Бюджетников Учителей в том числе И врачей Это из регионального бюджета у нас Да, дополнительная Кроме федеральной индексации Ну и, соответственно Хотелось бы продолжить Хорошего много, как говорится, не бывает Какие меры поддержки Все-таки еще медиков Учителей На ваш взгляд Стоило бы внедрять А может быть Есть уже какие-то Конкретные инициативы Которые прорабатываются В стенах законодательного собрания Скорее Эти меры поддержки Активно прорабатываются На уровне правительства И здесь мы видим Четкую линию Нашего губернатора Александра Валентиновича Соколова Последовательно За небольшой Календарный промежуток времени Сразу несколько Важных решений В части поддержки Это и финансовая поддержка Индексация доплаты Социальные доплаты Доплаты по должности Доплаты в зависимости от места работы То есть приоритет Работающих в сельской местности Или в определенных Врачебных специальностях То есть поддержка Узких специалистов Это закон О возможности Приватизации Служебного жилья Это тоже важная Мера поддержки И закрепления кадров Это уделение внимания Теме наставничества В профессии Это важно Для молодых специалистов Как в здравоохранении Так и важно В образовании Это поддержка Профессиональных конкурсов Когда мы даем возможность Молодым специалистам Заявить о себе Победители получают Финансовые поддержки То есть это тоже вариант Закрепления кадров В отрасли Мы ни в коем случае Не должны уклоняться Только в одном направлении Нельзя сказать Что только финансовые Меры поддержки Решат все кадровые проблемы Ну вот общаясь Лично с Медицинским персоналом Какие не знаю Чаяния Пожелания Они высказывают Какой бы им поддержки Хотелось получать Ведь Наверное Не во всех случаях Это именно Заработная плата Высокая заработная плата Вот как раз В общении с ними Вопросы зарплаты Не звучат Не звучат Не звучат Может быть Для кого-то Это будет Какой-то тайной Я сейчас открою Или секрет Медики говорят Все-таки О уважении В обществе К ним И к их профессии То есть О статусе О престиже Медицинского работника Вот этот запрос От медицинского сообщества Он четко прослеживается На встречах Любых уровень То есть Речь идет Видимо о ситуациях Которые непосредственно В медучреждениях возникают В отношении пациента И врача Совершенно верно Ситуации Из которых складывается Ежедневная работа медика И очень сильно Перекос В сторону Потребительского отношения Когда медики Вдруг стали должны Они оказывают услугу А пациент При этом Не соблюдает Рекомендацию И так далее Неуважительно Относится К медицинским работникам Любого звена Будь то Средний медперсонал Или врачи Это чувствуется И именно Запрос у медиков На уважение К белому халату Что может Какие именно Меры Способы Могут переломить Эту все-таки ситуацию Полагаю Что в первую очередь Это отмена На федеральном Законодательном уровне Понятие Медицинской услуги Мы оказываем Медицинскую помощь Образовательная услуга Да если в сферу образования Она уже до сегодня Отменена Отменена уже Да Это случилось в прошлом году И действительно В образовании Слава богу Из федерального закона Исключено понятие Образовательной услуги Очень бы хотелось Чтобы это произошло И в отрасли здравоохранения А затем Совместными усилиями И с вами Со средствами массовой информации Мы должны Наверное Перевоспитывать Наше общество И вернуть уважение И престиж Профессии медика Кадровый вопрос Насколько острый Сейчас стоит В медицинских учреждениях Ну и да И не только в медицинских Да если брать Бюджетную сферу В целом Я не думаю Что он Очень острый Или крайне острый Он сильно Может отличаться От уровня Медицинского учреждения Он может отличаться В районе И в городе И он может отличаться В разных Врачебных специальностях Мы можем говорить Что мы достаточно хорошо На сегодня Укомплектованы Специалистами Первичного звена Это участковые терапевты Это То звено С которым напрямую Сталкиваются В первую очередь Сталкиваются наши пациенты И все-таки Изменение Системы образования Когда Ребята После шестого курса Могут не продолжать Обучение Следующей ступени А могут сразу Приступить к работе Участковыми врачами Это конечно Дало свой эффект И достаточно Хорошо решило Кадровую проблему Не 100% Нет Но решило Улучшило ситуацию Поддержка кадров Которые уезжают В сельскую местность Она ведь существует Она существует В виде программ Земский фельдшер И Земский доктор Она к сожалению Не решила Все проблемы Она к сожалению Обозначила Некоторые другие проблемы Когда ребята Готовы вернуть деньги Не доработав Или Отработав в одном месте Они переезжают На другое Чтобы получить Снова выплату В другом районе И у нас Процент Расторжения Этих договоров Он все-таки Пока остается Ну Законодательство Предусматривает Возможность Да конечно Дается Выбор Все равно У человека Есть Завтра Если не ошибаюсь В областном Законодательном Собрании Пройдет пресс-конференция Где будут депутаты Делиться планами Своей законотворческой Работой На предстоящий 2023 год И Небольшая уже информация Накануне появилась На сайте Нашего регионального Парламента В частности Вы отметили Два момента Во-первых Это Институт наставничества Да И поддержка Социально ориентированных Некоммерческих Организаций Давайте немножко Пройдемся По тому Что же имеется в виду Наставничества Оба этих законопроекта Включены в план Законопроектной деятельности Законодательного собрания На 2023 год Оба будут курироваться Мною Как профильным запретом Эту идею Мы вынашивали Весь прошлый год Идея о наставничестве Появилась После моих Рабочих визитов Вместе с Шабардиным Владимиром Валерьевичем В районе Уполномоченным По правам ребенка В Кировской области Да Уполномоченным По правам ребенка Когда мы посещали Дома-интернаты Для детей-сирот И об этой проблеме Говорили руководители Учреждений На сегодняшний день Есть взрослые люди Которые готовы Стать наставником Или общественным Воспитателем Есть еще такой термин Для ребят Проживающих в домах Для сирот Это не опекуны Это не планируется В дальнейшем Переход ребенка В семью Это действительно Взрослый наставник Который может проводить Какое-то время С ребенком Может брать его На посещение Каких-то культурных Учреждений И просто сопровождать По жизни Советом Как старший товарищ На сегодняшний день Законодательно Статус их Не урегулировал Ну это Существовала Такая система На общественных Началах Так скажем Да Это речь идет В частном порядке Про общественные На сегодняшний день У нас хорошо Выстроена система Постинтернатного Сопровождения Неплохо Работает система Сопровождения Подростков 16 до 18 Когда они обучаются В техникуме Там есть наставники Есть постановления Правительства Регулирующие Эти отношения Но мы-то сейчас Говорим о детях Которые живут В доме-интернате Дети до 16 лет Вот в этой части У нас как оказалось Какой-то нормативный Пробел, провал Либо что-то не работает Именно с этим Нам сейчас предстоит Разобраться Я допускаю Что это не будет Отдельный закон Как в других субъектах Возможно Это будет изменение В наш закон О комиссиях По делам несовершеннолетних Либо будет изменение Подзаконного акта Постановления правительства Уже известно Какие требования К этим наставникам Будут предъявляться Кто сможет Такую взять на себя Ответственность Роль Общаться с Эти требования Они на сегодня Уже установлены Закон о котором Сейчас идет речи Которую мы разрабатываем Он как раз Не об этом Не о требованиях Он скорее О юридическом закреплении Отношений Наставника и ребенка То есть Простой пример То есть он рамки устанавливает Да Границы обозначают Сейчас наставник Например Привез ребенка в цирк Если к нему подойдет Полицейский Попросит предъявить А почему вы собственно С этим ребенком Тут находитесь То предъявить ему нечего Кроме приказа Директора учреждения О том что он Как законный представитель Разрешил этому взрослому С этим ребенком Находиться Вот об этом Юридическом пробеле Мы и говорим В части регионов Такие законы есть Самый новый Свежий закон Это Севастополь Закон Он от 22 года Именно о наставничестве Над несовершеннолетними Сами ребята В домах В домах-интернатах Вы почувствовали Что им действительно Важна эта поддержка Конечно Им нужны эти наставники Конечно Которые на таком На дружеском Возможно неформальном уровне Подскажут Объяснят Какие-то Растолкуют бытовые Жизненные вещи Да в том числе И главное Что это будет наставник Именно этого конкретного ребенка Сейчас у них Есть законные представители Есть воспитатели Но воспитатель на всю группу Или на всю семью Они сейчас У них принцип проживания Семейный А здесь это будет Только его наставник И ничей больше Для них это важно Да Такие интересные Человеческие взаимоотношения Могут сложиться То есть в течение Вот этого года 23-го Что-то должно родиться Да Вы надеетесь на это Да И поддержка Социально ориентированных Некоммерческих организаций Еще тоже Одна важная тема Известно Что у нас В этом году Будет региональный конкурс Грантовый Для Сонка У нас проводится ежегодно Проводится Да В этом году У нас федеральный бюджет Дополнительно 15 миллионов рублей еще Да Фонд президентский Грантов на это выделил Плюс 15 области Было 7 плюс 7 Сейчас 15 плюс 15 Тут расскажите пожалуйста В чем суть В чем господдержка На сегодняшний день То есть либо их нет На федеральном уровне Либо мы их расширим Либо мы как-то наоборот Кого-то ограничим Какие-то приоритеты Установим И второй момент Мы выделяем Сонка То есть это не все Некоммерческие организации НКО Это именно Социально ориентированное Мы хотим Чтобы наш закон Говорил именно О поддержке Сонка Так Мы будем работать Ни в коем случае В то же время Мы говорим Что сейчас-то ведь Она тоже есть В виде грантов Выигрываете гранты Получаете финансовую поддержку Но мы видим Конкурс в чем-то Несовершенен Он конечно Каждый год меняется Конечно Очень большое усилие Министерства внутренней политики Комиссия Вот эта грантовая Прилагает Меняя конкурс Меняя подходы К отчетности Но тем не менее Грантовая поддержка Не может быть единственной Мы считаем Что в некоторых случаях Это должны быть И прямые субсидии Ну многие Это же не секрет Многие социально ориентированные Некоммерческие организации Попросту тушуются Чего-то опасаются Участвовать в этих Грантовых конкурсах Верно Заранее предполагая Что их заявка Там не пройдет И вот они окажутся Не у дел Вот с ними И такая информационная Какая-то тоже Наверное Работа нужна и важна Информационная работа Нужна, важна Она и сейчас есть Только не в законе прописана А в других нормативных актах У нас есть И создан Начал работать Ресурсный центр На базе общества знания Это большой шаг вперед У нас есть Передовые регионы Где такие ресурсные центры Их выстроена сеть И их как раз Задача работать С теми организациями Которые не умеют Писать гранты Не уверены в своих силах Они их обучат Помогут Сопроводят На этапе написания заявки Вот у нас К сожалению Этой сети пока нет Пока всем занимается Общество знания Им тяжело Но они не унывают Они очень много За последний год провели Следующая поддержка О которой многие говорят Это налоговые льготы Да Поддержка в части Предоставления помещений Опять же много вопросов Кому отдать приоритет Почему этой организации Мы даем помещение Муниципальное А другое не даем В чем разница Между организациями В каком состоянии Передать это помещение И таких вопросов Чем больше мы углубляемся Их тем больше становится Но это меня укрепляет Мысли Как законодателя Что все-таки Необходимость в этом законе Она назрела Ну в целом Как вы оцениваете Перспективы Вот именно Этой ниши Социально ориентированных Некоммерческих организаций Они будут жить Вы видите Их желание Продолжает работать На благо людей Я вижу это желание Я вижу рост их активности За последние годы Я вижу Что они подхватывают Флаг или знамя правительства В той части социальных услуг Которые нужны населению Но у правительства У государства У муниципальной власти Нет на это сил Резервов Времени Что здесь как раз Общественники очень важны Есть такие ниши У нас остается Пара минут буквально До небольшой рекламной паузы Я хотел бы перейти Тоже к такой интересной теме Оказывается Женщины-депутаты Вот они между собой Тесно общаются Видимо Исключая мужчин Между нами девочками Что называется Причем общаются Не только на уровне региона Но и в рамках Приволжского федерального округа Есть совет некий Женщин-депутатов Уже два года Работает объединение Женщин-депутатов Именно Приволжского Федерального округа И в этом мы уникальны Вот да И вы собираетесь Обсуждаете инициативы Выходите с предложениями На федеральный Уровень И в очередной раз Вот эта партия инициатива Была направлена Да В федеральный центр Давайте об этой вашей работе Еще поговорим Что это за инициатива Какие представительницы Прекрасного пола Проблемные болевые точки Видят В нашей жизни Понятно что Наша повестка Традиционно социальная Если мы посмотрим Семья Дополнительной властью Пациенты Должны быть Ими обеспечены Это шаг вперед Контроля над этим Заболеванием И в прошлом году У нас был принят Региональный закон Мы решили эту проблему За счет средств бюджета Но только для детей 18 лет Всполнилось Все Он уже исключается Из этого перечня Да Небольшая реклама У нас сейчас будет Буквально полторы минуты Вице-спикер ОЗС У нас в студии Ирина Морозова Продолжим очень скоро Чуть больше Вернее чуть меньше 10 минут У нас есть на общении С Ириной Морозовой Вице-спикером Законодательном собрании Кировской области Начали мы говорить О тех инициативах Которые женщины Депутаты Выдвели на федеральный уровень И заговорили о системах Непрерывного контроля Уровня сахара в крови Для детей Вот сейчас вы в перерыве Напомнили Что это существует Это работает система Но по достижении 18-летнего возраста Увы человек Выбывает Что называется Да Да И об этом активно говорят Пациентские сообщества Об этом обсуждается На их сайтах В части регионов Они могли За счет своего бюджета Обеспечить не только детей Как у нас Но и взрослых Но в большинстве регионов Все-таки говорят о том Что без помощи федералов Эту проблему не решить И поэтому наша инициатива Получила поддержку Минздрава федерального Все что женщины Депутаты На своих стратсекциях Сформулировали Все это было направлено На федеральный уровень И затем получен ответ Что-то поддержано Что-то нет Что-то говорят Недостаточно проработано Именно про Системы непрерывного Мониторинга глюкозы И изменения В постановлении правительства Эта идея была Наша Кировская область И Оренбургская Поэтому совместно Два региона Теперь получив Одобрение федерального Минздрава Будут формулировать Предложения Конкретные В постановлении правительства Насколько велики Вообще затраты На это оборудование Если бы Это все легло На плечи региона Ну вы отметили В перерыве Стоимость одного Такого устройства Она не слишком высокая Плюс Расходные материалы Еще нужны безусловно Это во-первых Зависит от марки Еще самого прибора Они отличаются Для детей До 4 лет От 4 и старше И для взрослых Зависит от расходных материалов И от количества Человек болеющих В каждом конкретном регионе В целом эти затраты Довольно ощутимы Которые Не потянуть бюджету Если мы всех Взрослых диабетиков Возьмем на обеспечение Еще какие Инициативы От женщин-депутатов Исходили И тоже Которые получили Заслужили вернее Внимание на федеральном уровне Мы подняли вопрос О необходимости Льготной ипотеки Распространения На вторичное жилье На сегодняшний день Эта льгота Действует только На новостройки И мы считаем И в этом были поддержаны Другими регионами Что особенно В малых населенных пунктах Где нет ввода Нового жилья Семьи молодые Они могут воспользоваться Льготной ипотекой Есть регионы Где и в столицах Невысок темп Ввода нового жилья Тоже есть потребность Именно в льготной ипотеке На вторичное жилье Мы Некоторую статистику Брали Когда семьи Готовы были остаться Жить в сельской местности Но получив Льготную ипотеку Они выбирали Квартиру в новостройке В Кирове И перебирались Хотя изначально Не имели Такой мысли Поэтому Наша такая инициатива Была предложена Тоже получила одобрение И буквально завтра Нет, даже сегодня Уже мы будем говорить По ВКС С коллегами Из других регионов Просить с них статистику Для того Чтобы эту идею Продолжать прорабатывать Ну потребность Велика В этом В нашем регионе Мы теперь По каждому региону Проработаем Уже конкретные расчеты Потому что Чтобы выйти На федеральный уровень У нас должны быть Расчеты Не только Нашего региона Ну и в свете того Что недвижимость В последнее время Сильно подорожала Да, наверное Распространение Льготной ипотеки Именно на вторичку Ну тоже бы Наверное Привнесло Какой-то положительный Положительный нюанс В это во все Еще хотелось бы Поговорить О вашей работе В должности Председателя Кировского Регионального отделения Общероссийской Общественной Государственной Организации Союз Женщин России Тоже женщины Вот Почитайте Зайдите Советую Рекомендую Новости В интернете В том числе На сайте организации Женсоветы у нас По-прежнему существуют Да Существуют Тоже вопросы Семьи обсуждаются Детей И так далее Это приоритетная Наша программа Да Ну вы по-прежнему Еще если не ошибаюсь Женсовет Нововятского района Вы возбравляете Нет В декабре Переизбралась Я отработала Два созыва Пять лет И вот в декабре Считаю что Ну правильное решение Сложить полномочия Все таки Я уже на областном уровне Много занята И с прошлого года Я вхожу в федеральное Бюро управления Общероссийской организации Поэтому я считаю Что шаг на федеральный уровень Это значит Что надо от чего-то отказаться Так Чем сейчас женские сердца Наших землячек Что называется Да На чем сосредоточены Не только наших землячек Мы на сегодняшний день Приступили к обсуждению Документа Национальная стратегия В интересах женщин Документ подписан Представительным правительством Мишустиным И это по сути Для нас федеральный закон Потому что Иного федерального уровня Закона О гендерной политике В нашем государстве нет Во многих других государствах Есть У нас нет Поэтому для нас Вот таким документом Является Национальная стратегия В интересах женщин Она действовала С 17 по 22 годы Сейчас она принята На новый уже Восьмилетний период До 30-го Получается Наша организация Активно участвовала Весь 22-й год В проработке Новой Концепции Новой стратегии Ее отличие От предыдущей В том Что у нее Сильно расширился Экономический блок И сразу два направления О повышении роли женщин Именно в экономической жизни Страны Об их экономической Самостоятельности Вот в этом документе Появилось Теперь задача Всех ведомств И наших общественных организаций Это разработка Плана мероприятий По реализации стратегии В течение какого срока Это будет работа Проводиться Стоят какие-то задачи Да Это делается Как правило В два этапа Первые два года Уходит на формирование Самого документа Проработку Всех мероприятий И источников Финансирования Общим таким Оператором По документу Является Министерство труда Социального развития В каждом регионе Пишется свой региональный план Который потом попадает Федеральный У нас Координационный совет При правительстве Ну и общим Опять же Оператором Это Министерство соцразвития Региона А предложения Туда вносят В том числе Общественные организации И вот часто Союз женщин Ответственен Опора России Активно звучит В этом плане Объединение предпринимателей Да Женщины Как раз там Предприниматели У них есть направление А что значит Больше экономическая Самостоятельность женщин Это Это требование времени Это повышение благосостояния Или что это Да Это повышение благосостояния Женщин Повышение благосостояния В первую очередь Это в первую очередь Да Борьба С малообеспеченными Семьями Ведь не секрет У нас по-прежнему В документе Кстати Он интересен тем Борьба с бедностью Спасибо за То что поправили В документе В этом Очень много Вначале идет Обоснование Статистики Он интересен Почитать Рекомендую всем Не только женщинам И там признается Что на сегодня По-прежнему Средняя заработная Плата женщин Ниже мужчин При том же уровне Квалификации И требования к труду На 28% То есть дискриминация В части оплаты Труда женщин Признана данным документом Ну плюс Еще взаимоотношения Там предположим В трудовом коллективе Какие-то возможно Претензии излишние Со стороны начальства И так далее В общем там очень много Нюансов Где видимо Женщины ощущают Какую-то боль Да Можно так сказать Дискриминацию Дискриминацию Да и хотели бы С ней справиться Пара минут И еще одна тема Которую вы традиционно Курируете И живете В этом отношении Это детское питание Да Мы все привыкли Что у нас на протяжении Многих лет В соцсетях В сообществах Возникают претензии Вот посмотрите Чем ребенка в школе Накормили Но жалоб На мой взгляд Не знаю Как-то поубавилось Наверное в последнее время Вы согласны с этим И с чем это связывается Да И у вас там есть предложение По поводу Еще более качественного контроля За этим направлением Мы сейчас говорим О горячем питании В школах Прежде всего 23 января У нас прошел Замечательный круглый стол В Государственной Думе Я в нем участвовала Дистанционно Там были представители Имеющие отношение К горячему питанию Вот исчерпывающий На мой взгляд Перечень Это были депутаты Разных уровней Руководители Отрасли образования И учреждений Непосредственно Это были поставщики Оборудования Для пищеблока Поставщики продуктов Поставщики услуги питания И конечно же Надзорных органов Роспотребнадзор Росздрав И родительское сообщество Ирина Геннадьевна Буквально минута остается Давайте попытаемся За эту минуту Успеть сформулировать Что же будет еще делаться Все признали Что жалоб стало меньше Основная жалоба Что дети не едят То что им предлагают У нас нет культуры Правильного питания Поэтому родительский контроль Должен распространяться Не только На состояние пищеблока И меню Но и Как правильно Ребенка дома В семье Приучить И мы сейчас уже говорим О здоровом питании В школе И дома Это очень важно То есть например Ну сосиски же у нас Нельзя давить Сейчас в школе И дома тоже не рекомендую И дома тоже Специалисты Да Как-то Приучать ребенка Не к полуфабрикатам Да Вот каким-то А к натуральной пище К натуральной пище Приготовленной Свежеприготовленной Спасибо Да На этом истекает Время нашей беседы Увы Немножечко не хватило Благодарю Ирину Морозову Вице-спикера Законодательного собрания Кировской области Удачи вам До новых встреч в нашей студии Спасибо Всего доброго Особое мнение На 101FM